Здравствуйте, дорогие друзья! Мы в Купе. Это программа «Хорошо, что вы пришли». Я ее автор и ведущий, актер, режиссер, сценарист Сергей Зарков. А наш поезд отправляется в путь к новым открытиям. Субтитры подогнал «Симон» 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 Мне было 9 лет в тот момент, и мы хотели поступать, потому что в тот момент еще была другая страна. В единственную возможную десятилетку в Киеве, очень хорошее музыкальное заведение. И нам сказали, что в 9 лет не поступают, потому что слишком рады. И посоветовали, с кем можно позаниматься, чтобы подготовиться. И вот единственный педагог в Крыму, это действительно была Антонина Васильевна Васильева, у которой я прослушался. И она очень долго думала перед тем, как меня взять в класс, не потому что ей что-то не понравилось, а потому что ей было уже очень много лет. Она последнего своего ученика выпустила на тот момент 6 лет назад. Он уехал, поступил в Киев, сейчас он поступил уже в аспирантуру в Германию и уже ее даже закончил. И в тот момент она очень долго думала над тем, сможет ли она довести до поступления своего ученика. И потом она все-таки согласилась, и мы начали очень плодотворную работу, занятия. И она жила в Симферополе. Это человек, который в принципе жил во всех городах, в которых я бывал. Ну то есть в Севастополе я родился, она жила и в Севастополе тоже, она преподавала в Севастопольской музыкальной школе. Потом она жила в Евпатории, преподавала в музыкальной школе в Евпатории. И в Симферопольском училище музыкальном она также преподавала. И вот такая география возникла не случайно, потому что школа, в которой она преподавала в тот момент, официально, она находилась в Евпатории, то есть числился я там. И, соответственно, на репетиции с концертмейстером и с коллективами, то есть и с ансамблем, с трунами, и с оркестром, я ездил в Евпаторию. А для индивидуальных занятий я ездил в Симферополь, и в тот момент я не задавался вопросом, сложно, дорога, нет, такого вопроса у меня не было, просто потому что был вопрос в том, что мне нужно учиться, я понимал, что проехать полтора часа на автобусе, но это не такая большая цена, которую можно заплатить для того, чтобы позаниматься с педагогом такого класса, потому что действительно вот за три с половиной года, что я учился у Антонины Васильевны, я обязан этим знанием и по сей день, потому что она вложила в меня то, что до сих пор я раскрываю в своих каких-то озарениях и пониманиях, потому что человек действительно одаренный был Антонина Васильевна, она прям педагог с большой буквы, потому что она умела каждого ученика раскрыть его потенциал настолько ярко и настолько точно, увидев в исполнителе какую-то его изюминку или его отличительную черту, и настолько у нее удавалось воплотить это в жизнь абсолютно естественным способом, уроки всегда проходили очень интересно, очень заряженно и очень увлекательно, и никакого давления, что, к сожалению, зачастую бывает, и не сказать, что это не работает. То есть разные подходы у педагогов, но мне очень повезло еще и с тем, что мой педагог нашла ко мне, можно сказать, ключ, ключик, и она тем самым смогла воплотить мою индивидуальность с какими-то потерями только, можно сказать, во времени, потому что 9 лет — это достаточно поздно, когда человек начинает профессионально заниматься, но она успела сделать все для того, чтобы я поступил уже в московскую десятилетку, потому что мы сменили, можно сказать, страну, не выходя из дома, и это действительно открыло большие возможности, в том числе и поступление в московские, в принципе, российские вузы и спецшколы. И поэтому я действительно поехал в московскую десятилетку играть экзамен, а заявление на поступление подал буквально накануне в учебную часть, я пришел в день экзамена по спец уже. И у нас была идея не такая, что надо было поступать, надо было срочно что-то делать, нет, мы просто хотели попробовать, потому что действительно два разных уровня, стоит понимать, киевское десятилетка — прекрасное учебное заведение, но московское все-таки совершенно на другом уровне. Вот, я отыграл экзамен, и помню, сразу после экзамена позвонил Антонине Васильевне, и она говорит, Виля, Виля, ну что, что? Я говорю, ну, Антонина Васильевна, я им написал на списке, как вы мне говорили, несколько этюдов, несколько пьес, целиком несколько концертов. Ну, то есть, очень большая программа, и отдал этот список, собственно, комиссии. Комиссия, я помню, еще что-то они удивились, я очень как-то не понял, с чего удивление. Оказывается, программу надо было фиксировать, то есть один каприз, одно произведение и одна часть концерта. То есть, ну, раз в пять меньше, чем мы с педагогом подготовили для вступительных экзаменов. Ну, на всякий случай. И, собственно, комиссия по списку мне, можно сказать, заказывала произведение, я его исполнял, после чего просто ушел, мне сказали спасибо, ну и я ушел. Я позвонил Антонине Васильевне, и мы с ней пообщались, очень она меня всегда хорошо настраивала, это тоже очень важно, в принципе, в педпрактике, такое умение настроить своего ученика на хороший лад, чтобы он раскрыл свой потенциал и свои возможности как нельзя лучше. И после чего вечером этого же дня мы узнали, что я получил практически максимальный балл проходной по специальности, а обнаружилась новая такая, не проблема, а заминка, что я не написал заявление, к какому педагогу я иду. То есть, ну, там уже было не до этого, когда экзамен вот-вот начинается, а я только, грубо говоря, с самолета прилетел, потому что прям последним рейсом. А это еще и мой день рождения, так оказалось, это был 24 июня, и мне вечером позвонили из учебной части и спрашивают, к кому вы идете, к кому бы хотели. Мы сказали, что мы не знаем, но рассмотрим любые варианты, и начали звонить профессора разные и педагоги, и приглашать в класс. А в какой-то момент позвонил профессор, который сказал, что, Вильям, ты идешь ко мне на кафедру. Ну, то есть, он не приглашал, он просто поставил перед фактом. И не сказать, что я удивился, я, наоборот, удивился хорошо. Кто это был? Это был Сергей Иванович Кравченко. И я удивился, потому что услышать такое из уст Сергея Ивановича для меня в этот момент казалось практически невозможно, потому что, действительно, его кафедра одна из самых сильных кафедр и, в принципе, и в ЦМШ, и в консерватории. И попасть к нему было чем-то на грани фантастики. И вот с такими мыслями, собственно, день вступительных экзаменов и закончился. Я сразу, опять же, перезвонил Антонине Васильевне, и она очень порадовалась. И я в этот момент понял, что все те дни, когда я целиком и полностью их посвящал на поездку в Евпаторию или в Симферополь, они прошли не зря. И очень хорошо, что я в этот момент вспомнил на сцене, помню, что я, когда играл экзамен, я вспомнил все слова Антонины Васильевны, которые для меня сплелись в одно целое и позволили мне, возможно, этим самым проявить себя. У тебя 24 июня был как отдельный фильм, то есть, вообще, как отдельная жизнь. Ну, наверное, здорово, что мы вспомнили первого твоего педагога. И это, мне кажется, вот эта память генетическая, она где-то останется, и ты ее будешь передавать, может быть, даже из поколения в поколение, что очень важно помнить своих наставников первых особенно. ПЕСНЯ 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 Ну, расскажи о своей музыкальной семье. Я не могу сказать, что у меня прям музыкальная семья. Моя мама очень с детства любила музыку и очень любила инструмент скрипку. Но так у нее сложилось в жизни, что в детстве она не смогла этим заниматься по разным обстоятельствам. И смогла пойти в музыкальную школу только в 21 год. То есть это очень поздно, на самом деле. Ну, моей маме было очень сильное желание и мечта. И она пришла в музыкальную школу. Ей сказали, что мы не можем вас взять, потому что, ну, слишком уже, да, можно сказать, старые. Но в этот момент подключился папа. Папа настоял на том, чтобы маму взяли. И, собственно, мама в 21 год пошла в первый класс. А кто у нас папа? Как сам Фильмс? Папа никакого отношения к музыке не имеет напрямую, но он ее очень любит. И очень у него музыкальный вкус хороший. И немножко он в другом себя раскрывает. Он классическую музыку очень любит, но пока себе я еще в этом не признался. Вот, видимо, признается он себе в этом через лет 15 после моего рождения. Может и больше, может через 20. А мама всегда с детства и классическую музыку, и, в принципе, музыку очень любит. Всегда к ней стремилась и тянулась. И вот в четвертом классе ее музыкальной школы у нее родился я. И получается все мое детство, можно даже сказать, с младенчества. И до моего рождения мама играла на скрипке, она в оркестре играла, в школьном оркестре. Она играла, будучи уже беременной мной. И я думаю, что так или иначе это все-таки сказалось на каком-то подсознательном уровне даже до моего появления в этом мире. Хотя, кстати, такой момент тоже, что в Китае, например, считается, что рождение ребенка не в момент его появления, а уже в момент зачатия, то есть к ним, к возрасту, всегда приплюсовывают эти 9 или 8 месяцев до их рождения уже непосредственно появления на свет. Возможно, это имеет тоже свою какую-то логику. И так получилось, что мама закончила музыкальную школу. Ее очень настойчиво приглашали учиться дальше в училище, в Симферопольское. И она ездила также в Луганск. И там очень хороший институт искусств есть, в котором она занималась с профессором. И очень ее звали учиться дальше. Но она на это ответила так, сказала, что, вы знаете, у меня родился сын, вот ему сейчас 5 лет. И он пойдет учиться, потому что он очень хочет тоже играть на скрипке. Я действительно очень хотел играть на скрипке, потому что с самого детства меня подсознательно тянуло к этому инструменту. И даже есть детская фотография, на которой лежу я маленький и рядом скрипка. И скрипка, кстати, была больше, чем я в тот момент. А я в этот момент на фотографии схватился за шейку скрипки. И очень долго, как мама рассказывала, не хотела отпускать. Не знаю, может, родители придумали это, но фотография есть и рассказ есть. Вроде все логично. И действительно, мне исполнилось 5 лет, как только я научился и как-то более-менее даже говорить. И возможность появилась у меня держать инструмент в руках. Я сразу пошел в музыкальную школу севастопольскую и начал свое обучение. Но в тот момент просто мне это нравилось очень как искусство, как способ выражать себя. И задачей или какой-то идеей воплотить это в жизнь как нечто профессиональное или как дело своей жизни. У меня в тот момент я такие цели не преследовал. Но это и, мне кажется, нормально, что в 5 лет дети не всегда имеют возможность трезво оценить, чем они хотят заниматься дальше. Они не всегда имеют возможность свободно еще выбирать. То есть это от родителей зависит. Это родители настаивают на том, чего ребенок делать не хочет. То есть тебе и в этом плане очень повезло. Да, мне очень повезло, что сложилось все так, что я не только обрел дело своей жизни, но и это дело было абсолютно сознательно выбрано мною. Ну и брат у тебя тоже играет на скрипке. Даже был дуэт у вас с 18-го года. Да, брат у меня сейчас играет на фортепиано. А вообще начинал он тоже как скрипач. Но мы поняли, что у Савелия, моего брата, предрасположенность к инструменту фортепиано гораздо более ярко выражена, чем предрасположенность к скрипке. И в принципе это гораздо более логично. И маме показалось, и мне в тот момент я уже подрос и тоже мог какие-то определенные аспекты осознавать. И это действительно очень в какой-то момент показало себя как правильное решение, потому что мы играем очень часто сейчас дуэтом. Он аккомпанирует или исполняем произведения, которые в равных долях являются сольми для обоих инструментов. КОНЕЦ 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 Вильям, ну или Вильям, английский манер, редкое имя. Понятно, что мама имела предрасположенность к музыке, тягу к музыке, к скрипке. Тебя назвали в честь Шекспира. А кто в вашей семье любит английскую литературу и гений Шекспира? У меня в семье литературу очень любит мама и бабушка по папиной линии всегда увлекалась литературой Вильяма Шекспира. И она очень часто потом, когда я уже родился и уже подрос, она мне часто задавала потом вопросы, а когда ты уже начнешь читать Шекспира. Но в тот момент я был еще слишком маленький, чтобы понимать такие серьезные произведения. И первым моим произведением, которое я прочитал, мне, по-моему, было 7 или 8 лет, это было Ромео Джульетта Шекспира. Чуть позже я пытался, честно пытался, прочитать в оригинале именно на староанглийском языке, но у меня не все получалось. То есть ты еще английский знаешь? Не могу так сказать, но я честно пытался освоить и это. Но моя бабушка читала Шекспира и в оригинале, и у нее очень большая была библиотека книг с его авторства, и она очень его любила. И действительно, идея назвать первого внука, она пришла как-то очень спонтанно. И у мамы в роддоме лежала рядом с кроватью книжка Шекспира тоже, я точно не помню, какая именно, но вот она тоже читала Шекспира в тот момент, когда была беременна мною. И, собственно, когда я уже появился на свет, родители на меня посмотрели и сказали, что вот это действительно Вильям. То есть каких-то вопросов по поводу того, как назвать ребенка и споров, мне кажется, не было. И стереотипов тоже, понимаешь? Стереотипов тоже не было, и я очень благодарен своим родителям за то, что мне дали такое редкое имя, и я всегда стараюсь воплотить какие-то необычные возможности в моей жизни, чтобы оправдать такую, на самом деле, ответственность. И слушай, есть, потому что что-то в этом есть, потому что ты выходишь на сцену, я видел, как ты настраиваешься, отстранен, какой-то некий лорд такой стоит со скрипкой, и вот он пошел. И в этом уже есть театральность, в этом есть... Да, это очень сценическое имя, и действительно, мне очень повезло, что оно опять же так сложилось в моей жизни, что даже имя позволяет мне иметь некоторые даже преимущества, я бы сказал, на сцене, потому что человек, выходя на сцену с именем Вильям, это уже притягает к себе какое-то внимание. Я знаю, ты любишь эксперименты, давай поэкспериментируем. Художественное слово и музыка. Я читаю 56-й сонет Шекспира, а ты играешь. Что играешь на твой выбор? Проснись, любовь. Твое ли острие Тупее, чем жало голода и жажды? Как необильны Ярство и питье Нельзя навек Насытиться однажды. Так и любовь. Ее голодный взгляд Сегодня утолен до утомления. А завтра Снова ты огнем объят Рожденным для горения, А не тления. Чтобы любовь была нам дорога, Пусть океаном будет час разлуки. Пусть двое, Выходя на берега, Один к другому Простирают руки. Пусть зимней стужей Будет этот час, Чтобы весна Теплей согрела У тебя с детства Своя манера игры Исполнительская, Свой звук Индивидуальный, Присущий только тебе. Есть ли какой-то секрет? Как ты этого добился? На самом деле Секрета здесь Никакого особенного нет. Опять же, Благодаря моему педагогу Антонине Васильевне, Которая всегда старалась Воплотить все самое лучшее, Что в нас скрыто, Воплотить это Она в жизнь всегда умела И со всеми учениками У нее это получалось. И действительно Манера исполнительства Какая-то своя Она появилась не сразу. Она появилась Спустя какое-то время Очень долгой И кропотливой работы. Поначалу на сцене Я сильно сжимался, Потому что это было для меня Место не то, что непривычное, Но какое-то отторгающее. Как будто и меня, И я не очень понимал, Что мне нужно делать на сцене, Чтобы сцена меня приняла. Но потом в какой-то момент Для себя я сам решил, Что я буду на сцене дышать. Не просто выполняя Какое-то физическое действие, А дышать как будто Вместе с музыкой. Потому что дыхание, Оно есть во фразе. Оно есть в любом нашем движении. Движение может быть плавное, А может быть дерганное. И вот как раз плавное движение, Это движение, в котором есть дыхание. И в музыкальной фразе, Мне кажется, абсолютно так же. И тут мы обращаемся к вокалистам, Потому что мой педагог, Мне всегда говорилось, Что скрипка в своих характеристиках Очень похожа на голос. Это голос нашей души, Который воспроизводится С помощью вибрации струны. Я помню, она мне сказала что-то подобное. Это уже, конечно, Перефразированная моя трактовка. Но действительно, Голос мы же не можем говорить, Говорить не набирая, грубо говоря, Воздух в легкие. Нам нужно дышать, И так же в музыке тоже должно быть дыхание. И вот как раз все паузы, Которые прописаны в нотах, Какая бы пауза ни была короткая, По длительности, Она должна быть, Даже если не вздохом, То хотя бы какой-то точкой, От которой ты можешь оттолкнуться И играть дальше. И я помню, что когда я это осознал, На любых конкурсах Я начал чувствовать себя гораздо увереннее. На любой сцене абсолютно Неважно, сколько сидит людей в зале, Или это 10 человек, Или это 500 человек. Я всегда, если не забываю дышать, И дышать не только физически, Потому что это тоже очень важно, Это в принципе волнение, Оно такое явление, Что с ним лучше справляться, Действительно, если дышишь. Потому что в таком случае Адреналина распределяется лучше. И дышать нужно и на скрипке тоже. Первое, что нужно понять, Выйдя на сцену, Это что ты хочешь сказать. Что ты хочешь сказать Своим выступлением, слушателям, И что они должны услышать. Не только что ты скажешь, А они услышали что-то свое. Нет. Ты должен предполагать, Что они могут этим услышать, Как они среагируют. И этот диалог, он должен быть Беспрерывным, как мне кажется. Диалог со слушателями Вплоть до того, как ты ушел. А если этот диалог был хорошо выстроен, То ты еще не раз выйдешь на эту сцену, Как минимум, даже нередко бывает В рамках одного вечера, Когда зрители зовут выступающего на бис. Это именно потому, Что диалог был настолько обоюдный, Настолько увлекательный, Что слушатель не может отпустить Своего солиста, Своего, можно сказать, оратора В этом случае, И хочет услышать какие-то мысли еще. А по поводу звука, Звук как физическое явление Довольно просто описывается, Но звук на скрипке, Мне кажется, это нечто большее, Потому что у каждого он свой, У каждого инструмента он свой, И даже у каждого исполнителя На одном и том же инструменте Будет всегда другой звук. Это нередко встречается и в записях, Мы даже можем это услышать И, в принципе, и на сценах разных. У них всегда очень много конкурсов Сейчас современных есть, Где на одном и том же инструменте Выступают много разных профессионалов, И у них у всех звучит Этот инструмент по-разному. А все, мне кажется, Зависит от того, Что мы пытаемся вкладывать В этот звук, В это исполнение, И в эту какую-то Сиюмоментную идею, И, в принципе, желание Что-то донести. А в моем случае, опять же, У меня это появилось До того, как я осознал это сам. И помню, мне уже позже Антонина Васильевна говорила, Что, когда ты только ко мне пришел, Оно мне призывалось, Было столько проблем, Виля. Я даже не знал, что с тобой делать. Но я услышал твой звук, И я поняла, что с этим можно работать, И с этим нужно работать. И я думаю, что благодаря тому, Что, видимо, от природы Мне был дан такой дар, Такой звуковой дар, можно сказать, Антонина Васильевна Действительно согласилась Спустя много лет уже, Когда она не работала, Уже ушла на пенсию и отдыхала, Она согласилась меня взять в класс И начать буквально с нуля Обучение нового ученика. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Потому что в этот момент переоценка Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я играл прелюди и фуги из хорошо темперированного клавира Баха Мне это очень помогало Можно по разному относиться к творчеству Иоганна Себастьяна Разговор с Богом прямой Я в этот момент тоже почувствовал нечто что меня не только отвлекло от происходит в моей жизни но и заставив задуматься чему-то больше какие-то силы я помню что потом очень многие врачи удивлялись что буквально на химиотерапии тут мне капается препарат а я сижу занимаюсь в игровой комнате там понятное дело в маске там в перчатках и во всех других защитных средствах и врачи очень сильно удивлялись потому что обычно ну на таком интенсивном курсе химиотерапии очень сложно даже встать с кровати но видимо у меня был какой-то стимул и действительно в тот момент я выучил очень много произведений на фортепиано а когда появилась возможность играть на скрипке я играл и на скрипке тоже и я помню что даже однажды произошел момент когда был еженедельный обход и вот несколько врачей профессоров этого центра они заходят в палаты и с пациентами ведут диалог не просто на него смотрят и что-то между собой они действительно разговаривают это очень важно а в этот момент как раз после завтрака я занимался на скрипке и помню зашли врачи я их не заметил сначала потому что я смотрел в окно и занимался я очень часто отвлекаюсь и в таком состоянии абсолютно могу не заметить что происходит вокруг и я обернулся и стоит целая палата врачей и так оказалось что один из них оказался профессор доктор который приехал из германии из берлина и он сам еще оказался помимо того что он врач онколог гематолог он оказался скрипачом это такой случай один на миллион мне кажется и он действительно сказал что вы знаете я впервые захожу в палату к человеку с таким диагнозом который играет концерт моцарта я действительно в тот момент игру концерт моцарта 3 конкретно в тот момент исполнял каденцию к этому концерту и он говорит что это одно из самых его запоминающихся в принципе исполнение этой каденции потому что оно прошло не только в каком-то таком необычном месте но как он сказал довольно хорошем исполнении и для меня это было очень большое удивление потому что он и сам и дирижер и скрипач очень профессиональный но это действительно что не любитель он не любитель он профессионал и мы потом позже с ним встречались и он даже мне давал поиграть на его скрипке у него очень хорошая скрипка чешская старинный инструмент очень хорошо звучащий и он прям мы с ним общались это очень такой опыт необычно что я думаю одно из самых запоминающихся в его карьере ну возможно в его карьере как врача как музыканта да это было удивительно и моей жизни тоже потому что встретить можно было больницы кого угодно нередко в такие заведения приходят очень разные люди которые и вдохновляют и помогают справиться с этим но встретить кого-то из своего музыкального мира и настолько разбирающегося человека это не просто редкость но и мне кажется какое-то проведение и что я хотел бы пожелать людям оказавшимся в такой жизненной ситуации и детям и родителям родителям в первую очередь я хотел бы пожелать оставаться такими же героями потому что любой родитель который находится со своим ребенком в этот момент он становится героем и каждому из этих родителей я уверен нужно поставить памятник при жизни потому что это не столько сложно пережить самому ребенку сколько страдает сам родитель потому что он страдает и за ребенка и как родитель тоже страдает и я очень благодарен своей маме своей семье за то что они в этот момент поддержали меня настолько что для меня вся эта история длиной в 6 месяцев может чуть больше чуть меньше но меня из больницы выписали спустя 6 месяцев это на самом деле срок очень недолгий я знаю множество случаев когда дети там живут очень много лет живут в этой больнице и находятся на постоянном лечении или обследование и в моем случае 6 месяцев пролетели достаточно быстро и практически я не считаю что это было что-то такое невозможно неопределимое потому что моя мама она с таким настроем всегда по жизни живет что он всегда нужно ставить цели если эти цели даже кажется невыполнимыми в данный момент то нужно наверное выполнить какие-то под цели и прийти к этой большой одной цели и вот так в принципе происходило и мое лечение им период реабилитации и всегда была рядом скрипка музыка я слушал музыку музыку слышал я разную не только классическую и это мне помогло реабилитироваться и вернуться не просто к прежнему можно сказать образу жизни но и найти что-то гораздо более ценное в музыке и в принципе в своем можно сказать предназначении в этом мире и вот до сих пор спустя уже четыре года я воплощаю это в каждом не только своем выступлении но и в принципе в общении с людьми тоже стараюсь передать какие-то эмоции или какой-то свой опыт которым я хотел бы или мог поделиться есть такое стихотворение у иосифа бродского одиночество ну давай опять продолжим вот эту тему художественное слово и музыка когда теряет равновесие твои сознание устало когда ступеньки этой лестнице уходят из-под ног как палуба когда плюет на человечество твое ночное одиночество ты можешь размышлять о вечности и сомневаться в непорочности идей гипотез восприятие произведения искусства и кстати самого зачатия мадонны сына иисуса но лучше поклоняться данности с глубокими ее могилами которые потом за давностью покажутся такими милыми да лучше поклоняться данности с короткими дорогами которые потом до странности покажутся тебе широкими покажутся большими пыльными усеянными компромиссами покажутся большими крыльями покажутся большими птицами да лучше поклоняться данности с убогими ее мерилами которые потом до крайности послужат для тебя перилами Хотя и не особо чистыми, удерживающими в равновесии твои хромающие истины на этой выщербленной лестнице. Моцарт и Яша Хейфиц. Давай поговорим о них. Что для тебя эти две планеты? Это две личности, которые оставили после себя наследие, которые, мне кажется, раскрываться будет еще не одно столетие. Как в случае с Амадеем Моцартом, так и с Яшей Хейфицем. Потому что гениальный композитор, исполнитель, одаренный человек сам по себе Моцарт был такой личностью, о которой можно говорить часами, днями и не сказать и толики того, что хотелось бы. Но о нем можно точно сказать то, что он был, конечно же, гениальным, одаренным человеком, который был, можно сказать, проводником божественной идеи и воплощения какого-то высокого смысла и, можно даже сказать, сакрального в музыку. Потому что его произведения все настолько по своей природе просты, как и сложны на самом деле. Ну, переход, смотри, в мажор на минор. Это постоянный задумок о жизни и смерти. Но при этом пил, гулял. Когда он это успевал, и если верить каким-то исследователям, возможно, он умер от венерического заболевания, которое просто не умели лечить. Очень много относительно его смерти, очень много теорий, гипотез, но никто точно не сможет сказать со стопроцентной уверенностью. Но действительно, жизнь его была полна приключений. И все персонажи его опер, это, можно сказать, несколько автобиографичны. Все они, потому что как и в «Свадьбе Фингера», так и в «Дон Джуани», и, в принципе, очень большое количество его произведений, оно автобиографично самому Моцарту. Потому что они наполнены как и простым жизнелюбием, очень простым взглядом, очень светлым, радостным на этот мир, так и какой-то просто глубокой печалью. Например, вот несколько произведений в период творчества композитора, когда умерла его любимая мать. Это произведения, которые настолько трагичны, что их, иногда исполняя, не можешь доиграть до конца, потому что переживаешь невольно вместе с композитором ту трагедию, утери матери. И очень сложно иногда вынести это на сцену, потому что композитор выкладывался на полную в своей музыке, в своем авторстве и в своем творчестве. И действительно, одаренность его заключалась еще в том, что он писал музыку, да, на заказ, конечно, но в тот момент всегда старался композитор себя реализовывать и как человек, который пишет музыку на заказ. Но музыка на заказ у него была всегда очень как будто по вдохновению. То есть даже иногда создается такое ощущение, что вдохновение он мог вызывать по щелчку пальцев. Вы спросите, как же так? А возможно, действительно, тот образ жизни, который он вел, достаточно распутный образ жизни, как свидетельствует много источников, так и его несколько современников. Я в тот же Сальери всегда очень отзывался о нем как о безумно одаренном человеке, но жутком, извиняюсь, раздолбаем. Ну да, да. А Сальери все-таки в тот момент это была... Придворный музыкант. Да, величина абсолютно непоколебимая. Он один из главных учителей Бетховена. Они были не в ладах с Бетховеном, но признать то, что Сальери был очень важной фигурой, мы точно должны. И поэтому Моцарт — это такая фигура в музыкальном мире, которая этот мир не только начала развивать, но в принципе классицизм, самый яркий пример классицизма, он именно вот в период, когда творчество Моцарта зарождалось и им же закончилось, этот идеальный классицизм, он в принципе и просуществовал. Потому что Бетховен, будучи уже революционером, он уже приходит практически в романтизм. Его последние симфонии очень нам на это намекают. А Моцарт — это абсолютный идеал классической симфонии, классической оперы. И действительно, его музыка, она на слух абсолютно проста, понятна, и каждый человек может ее осознать, понять и услышать что-то в ней свое. Но для исполнителей музыка Моцарта считается одной из самых сложных, в принципе, трудноисполняемых, потому что требует филигранного мастерства, оточенного многими годами разных упражнений технических, так и очень глубокого понимания этой музыки, потому что Моцарт был одарен и духовно не по годам. Мы все знаем, что композитор прожил очень бурную, но недолгую жизнь. Но, тем не менее, за эту жизнь он оставил огромное наследие в очень большом количестве и собственных сочинений, и, в принципе, пример, который он дает нам на своем собственном примере, мы пытаемся воплотить. Но, мне кажется, это абсолютно единичный случай, когда гений настолько сплелся с одаренностью в одном человеке. Как ты думаешь, Пушкин отравил руками Сальери, Моцарта, или все-таки он, Пушкин, я имею в виду, прав? Потому что сальеризм, как понятие, оно присутствует по сей день и будет жить всегда. То есть здесь Сальери как жертва, как собирательный образ завистника, хотя это было не так, по свидетельствам многих исследователей жизни Моцарта, Сальери. Сальери был вполне себе придворным музыкантом и даже помогал Моцарту, а финансово давал ему там каких-то заказчиков, как ты правильно говорил. Вот такой вопрос. Ну, я хотел бы даже немного с другой точки зрения взглянуть на эту ситуацию. Все-таки Сальери, мне кажется, в представленном образе именно авторства Пушкина, это такой образ очень собирательный. Образ, состоящий из людей, профессионалов, людей, ремесленников, можно даже сказать, музыкальных. Потому что действительно музыка, ремесло – это понятие очень важное в нашей жизни, и оно в тот момент особенно было актуальным. А Сальери – один из ярчайших представителей именно этого ремесла, потому что в тот момент все главные заказы, самодолжность придворного музыканта и, в принципе, вся его биография и список его учеников указывают на то, что вся жизнь музыкальная, самое главное, центральная, именно в то время проходила через его руки, можно сказать. Но все же Сальери – это образ чего-то устаревшего уже на тот момент, а Моцарт – это гений, или можно даже сказать, нечто большее в этом плане – это что-то новое. Это новое должно изжить старое своим примером, своим абсолютно необузданным каким-то энергетическим всплеском, темпераментом и новаторством во многом. И Сальери понимал, что Моцарт при всей его гениальности, я не думаю, что между ними были очень серьезные трения, а если и были, то, мне кажется, все-таки здесь не дошло бы до душегубства. Мне кажется, Сальери просто как никто понимал, что Моцарт своим примером может очень неблагожелательно воздействовать на молодежь музыкальную того времени, потому что все мы прекрасно понимаем, что наличие гения как фаворита, как какой-то фигуры, оно иногда очень мешает, потому что все начинают думать и все начинают размышлять в этом ключе, что они могут также нарушить все законы, могут нарушить все правила эстетические, законы, в принципе, написание музыки в тот момент, законы исполнительства, и у них получится так же гениально. И хочу сказать, что нет, ничего подобного у них бы не получилось просто потому, что Моцарт, нарушая все гармонии и все законы гармонии, при этом у него образовывалась своя гармония, есть даже понятие «моцартовские квинты» параллельные. Это запрещено вообще в принципе в практике гармонии, то есть как теоретический предмет, но понятие «моцартовские квинты» — это настолько прижилось, вот это совмещение Моцартом нескольких параллельных трезвучий, что не звучало это как нечто противоестественное. И вот здесь, мне кажется, воплощен опять один из образов, одна из граней гения Моцарта, потому что он, даже нарушая законы и обходя все правила, и даже в какой-то момент не обращая на них внимания, он оставался все-таки на высокопрофессиональном уровне. И поэтому Сальери в этот момент просто, мне кажется, как любой человек, который чувствует ответственность за будущие поколения музыкантов, он чувствовал угрозу со стороны Амадея Вольглана Моцарта, потому что своим примером вот этого безбашенного гения он мог навредить простым музыкантам, или не совсем простым, но в принципе, историческому ходу развития музыкальных традиций, потому что Моцарт слишком быстро развивался, слишком быстро он в 4 года написал свои первые произведения. Чего ждать от человека, который в 5 лет уже вышел на сцену, играя полностью авторство своего собственного сочинения. В 5 лет он играл это уже лучше, чем его отец Леопольд Моцарт. И поэтому в какой-то момент Леопольд потом писал, и они очень с ним общались друг с другом, отец и сын, об этом пишет очень интересно Арнан Кур в своей книге. И вот эти письма Амадея к его отцу, это очень интересные письма, которые я с удовольствием прочитал. И действительно композитор всегда находился, Амадей, в каких-то творческих исканиях, но абсолютно на другом уровне, нежели положено было ему по возрасту. Потому что молодой человек в 20 лет задумывался о чем-то абсолютно высоком и недосекаемом сравнительно нашей обыденной жизни. И он, как композитор, всегда свою точку зрения отставил. И даже когда он встречался с профессионалами, например, с разными исполнителями арий из своих опер, он всегда, как композитор, очень ревностно относился к своим произведениям. И даже был такой очень интересный момент, когда к нему один очень уважаемый солист пришел и говорит, вы знаете, вот здесь пять звуков ай, которые очень плохо звучат в исполнении вокального. Нельзя ли поменять здесь либретто, чтобы мне было удобнее? А Моцарт сказал, что извините, но это моя задумка как автора, и я абсолютно поддерживаю в этом либреттиста, который здесь написал соответствующий текст. Потому что Моцарт, как композитор, очень отстаивал четко границы дозволенного, иногда не по возрасту положенного, потому что, ну, кто бы мог представить, что 25-летний молодой музыкант-исполнитель-композитор мог бы спорить с уважаемым человеком, которого знает весь свет. Ну да, да, он просто прямо сказал, я написал не для того, чтобы тебе было удобно. Да, именно так он и сказал, мне кажется, просто все-таки историческая сводка уже чуть более сгладила углы этого общения. И действительно, Моцарт прожил такую жизнь, очень короткую, но яркую, и оставил огромное наследие, которое нам еще предстоит раскрыть. Яша Хейфец — это первый музыкант, исполнитель, скрипач и, в принципе, личность, которая меня настолько завражила. Я помню, что в очередной из приездов на урок к Антонине Васильевне мы разучивали произведение, и я играл тогда с Керца Тарантелла Винявского, и мы поставили в Ютубе одно из исполнений, и мы очень много искали каких-то разных, и в какой-то момент мы прекратили это дело, и она поставила мне пластинку, пластинку с исполнением самого Яша Хейфеца. Конечно, она была ускоренная, не очень хорошее качество, но стоит понимать, что тогда звукозапись была на другом уровне, нежели сейчас. Но когда я это услышал, я понял, что я хочу еще услышать этого музыканта. С одной стороны на другом уровне, а с другой стороны неповторимый звук. Да, абсолютно какая-то индивидуальность, которая была записана и переведена на пластинку, она как раз, мне кажется, передается гораздо лучше. И я услышал Яшу Хейфеца впервые, это было на пластинке, и потом я уже слушал его записи и на других платформах, и всегда мое внимание было прицеплено, прям вот такой фокус всегда на манеру его исполнительства, очень сдержанную манеру, если посмотреть на это визуально, но тем не менее внутри... Технически сдержанно, а внутренний и вулкан эмоций. Да, внутри это буря эмоций, переживания каждого события. Себе тоже это есть, я это заметил тоже. Это моя любимая манера, когда человек сдержан внешне, но внутренне, вот так полет идет, тогда и звук летит, но на мой взгляд, тебе есть что играть. Разные точки зрения всегда присутствуют, и ни одну из них нельзя отрицать наверняка, но мне подходит именно манера исполнительства такая, что я никогда не хочу, чтобы зритель видел эмоции и чувства, которые я переживаю, видел это прямо, ну как открытую книгу. Это, мне кажется, не очень интересно, и мне кажется, здесь Яша Хейфиц достиг какого-то идеала, потому что ни на его лице, ни в его мимике, ни в его каких-то других способах выражения через какие-то вербальные знаки никогда не присутствовал. Он всегда очень сдержанно выступал вплоть до самого почтенного возраста, он всегда придерживался очень строгой манеры исполнительства, и при этом четкость, какая-то выверенность каждого движения технически, и точность трактовки, и точность переживаний, и точность донесения, донесение этого материала, этого прочтения до слушателей. Один из величайших, можно сказать, исполнителей, которые настолько пытались поделиться со слушателями какими-то разными музыкальными композициями, что он издал свой сборник, ну, он его, мне кажется, не издавал, он уже был издан позже, но он сделал очень много переложений с других инструментов, с разных источников, там есть очень много разных произведений, он их сделал для скрипки и фортепиано. И действительно, это очень обогатило скрипичный репертуар, нельзя сказать, что он как композитор раскрылся, но он раскрылся даже в какой-то мере больше, чем композитор, потому что он, как один из величайших исполнителей того времени, несомненно, знал, как написать или переложить музыку на скрипку, чтобы это было именно по-скрипичному. А это действительно понятие очень сложное, потому что не каждый композитор, даже самый опытный, знает, как написать музыку настолько удобную и настолько подходящую именно этому инструменту, чтобы раскрыть потенциал именно на этом инструменте. А Яша Хефиц, как человек, который с самого детства был окружен скрипкой и играл на ней всю свою жизнь, даже будучи уже очень пожилым человеком и с большим количеством травм и физических, и, можно сказать, и душевных тоже, он всегда продолжал играть на скрипке. И мне кажется, это образ человека, который пронес свою любовь к инструменту, возведя исполнительство в какой-то высочайший культ. Это действительно культ Яши Хефиц, он, мне кажется, присутствует, потому что каждый человек в нем может найти что-то свое. И каждый раз, даже любой человек, не понимающий совершенно ничего в музыке, услышав исполнение Яши Хефиц, он будет очарован, мне кажется, потому что он увидит это мастерство, которое ничем не скрыть. Музыка 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 А не испить ли нам чайку? Чайкуст, не желаете, как говорила Антон Павлович Чехов? Желаю. Здравствуйте, вот ваш чай. Здравствуй, Юля. Присоединяйся к нашему разговору, спасибо за чай. Юля, это рубрика «Вопросы от студентов МПГУ». Наша проводница, студентка Института международного образования МПГУ Юлия Галкина, ей задавать вопросы нашему сегодняшнему попутчику, скрипачу-виртуозу Вильяму Хайлоуну. Гордей Ювкин, студент факультета музыкального искусства МПГУ спрашивает, каким был самый необычный проект, в котором вы играли или произведение, которое вы исполняли? Есть ли у вас планы с экспериментами в творчестве? Вы слушаете только классику или есть иные предпочтения? На самом деле миф о том, что классические музыканты слушают только классику, я хочу его опровергнуть. Ну, по крайней мере, в своем личном примере. Потому что классику мы действительно слушаем, но лично я чаще всего черпаю свое внахтовение не из классических произведений, а из каких-то более современных жанров, например, рок, джаз, рок-н-ролл или, в принципе, любое движение музыки, которое уже появилось с началом XX века. Потому что музыка, как любой вид искусства, она развивается, и очень важно, чтобы это развитие не прекращалось. Иногда образчики, мне кажется, из жанров рока, они могут посоперничать в своем мастерстве с некоторыми классическими моментами в нашей, в принципе, профессии. Потому что иногда и зачастую, я бы даже сказал, те люди, которые выступают в составах рок-групп, джаз-группах особенно, они все имеют очень высокое и квалифицированное профессиональное музыкальное образование на основе классики. Это очень важно, и действительно, именно за этот счет они воплощают в более современном течении музыкальных жанров какие-то новые идеи, и воплощают их очень грамотно, и получается действительно очень здорово. Самым интересным опытом исполнительства моей жизни, я не могу прям самый какой-то один из них выделить, но довелось мне принимать участие в благотворительном концерте в Лондоне, на котором собирались средства для лечения детей онкобольных здесь, в России. И там на одной сцене со мной выступал Владимир Тердуревич Спиваков, Химлас Гердмава и очень много разных представителей наших российских великих людей выступали на этой сцене и меня пригласили в качестве, ну, скажем, такого примера, что бывает, когда человек проносит любовь к своему делу через определенные сложности в его жизни. И я считаю, что это такой очень важный для меня был опыт выступления, и ответственность, естественно, за выступление на сцене с такими людьми, она, как правило, всегда очень подогревает и интерес, и, в принципе, стимул заниматься, поэтому я всем желаю, чтобы у них были такие встречи с такими людьми, как произошли у меня. Анастасия Литвинова, студентка Института филологии МПГУ, задает вопрос. Что для вас музыка? И каким главным качеством характера должен обладать музыкант, по-вашему? Мне кажется, музыкант должен обладать качеством абсолютной открытости, открытости не только людям, но и к самому себе. Потому что нередко в диалоге между музыкантом и слушателем мы должны отвечать на собственные вопросы, а также отвечать на вопросы, заданные нам публикой. И поэтому музыкант, он должен быть открыт и для публики, и для своих собственных мыслей. Главное — всегда делиться ими и стараться не закрываться. А лично для меня музыка — это не только способ выражения каких-то собственных мыслей, коммуникации с слушателями или своя собственная трактовка произведений, написанных много веков назад. Это тоже очень удивительно по-своему и очень интересно. Но для меня музыка — это дело, которое существовало в моей жизни еще до моего рождения. И, надеюсь, после моей жизни тоже продолжится уже в другом формате. И, возможно, то наследие, которое я буду стараться оставить после себя, оно будет жить и кого-то вдохновлять, а кому-то просто служить примером. Возможно, хорошим, возможно, не очень. Вопрос от студента факультета музыкального и искусства МПГУ Евгения Курапина. Существует расхожее мнение, что у скрипача-виртуоза должно быть несколько музыкальных инструментов, желательно великих итальянских мастеров. На каком инструменте играете вы? И насколько скрипка капризный инструмент? Часто ли требует вмешательства мастера? Требуется ли какой-то особый уход? Скрипка, на самом деле, инструмент, который в своем первозданном виде и своей природе, она очень схожа с человеческим организмом. Такой очень интересный факт, что скрипка, как инструмент, очень хорошо себя чувствует при 80% влажности и 22 градусах теплоты. Так же, как и человек. Человеку при этой температуре очень комфортно, и он не чувствует никаких нераздражений, никаких других неудобств. И действительно, скрипка очень капризный инструмент. Это тоже зависит и от модели, и от дерева. Из дерева разного делается от возраста, несомненно, и от мастера. У меня инструмент современного российского мастера Игоря Виолина, который на день рождения подарили родители. В этот момент я как раз пребывал в больнице. И для меня этот инструмент особенный, потому что он не только раскрыл меня за последние несколько лет как музыканта с разных новых граней, и продолжает раскрывать. Но и мой первый инструмент, который действительно принадлежит мне, потому что до этого я играл на других инструментах, которые мне предоставляли разные фонды, или это были инструменты чуть меньше размера. И вот существует действительно мнение о том, что у скрипачей должно быть много инструментов, но я не могу с этим согласиться на 100%, потому что каждый исполнитель так или иначе в какой-то момент для себя решает, какой инструмент отвечает его потребностям творческим, духовным, и какой инструмент для него наилучший для того, чтобы раскрыться как музыкант. Поэтому я могу сказать для себя то, что качество инструмента, конечно, играет свою роль, это очень всегда большая разница, и в звуке тоже, но мастерство исполнительства никто не отменял, потому что если научиться играть на достаточно простых инструментах, то потом, когда мы, конечно, берем инструменты совершенно другого уровня, такие как инструменты Сардивари, Гварнери или Амати, то это совершенно уже другая история, это совершенно другой уровень и исполнительства, и звучания. Ну а ты бы хотел все-таки, мечтал бы? Конечно. Как Сардивари, Гварнери или Вильема? Как и любого, мне кажется, музыканта-исполнителя-скрипача, у меня всегда с самого детства преследуют мечты о том, чтобы поиграть на инструментах итальянских мастеров, великих итальянских мастеров. И мне доводилось однажды играть на таком инструменте на конкурсе, и это действительно незабываемое впечатление, потому что чувствуешь... Кто мастер был в Сардивари? Одна из моделей Сардивари. В каком году не помнишь? 1720-го, то есть это достаточно уже современная модель на тот момент, потому что у него есть более ранние модели, и не считается одной из самых лучших его моделей, но одна из таких эталонных, можно сказать, моделей инструмента. Но в этот момент я не могу сказать, что это было что-то удивительное, потому что это будет слишком просто сказано. Потому что держишь в руках не просто деревянную коробочку, казалось бы, да, раз, дерево, два, ну, всё, есть дерево, тут немного чёрного дерева, тут сосна, ёлка, ну, собственно говоря, а тут вот металл. Нет, в этот момент ты держишь историю многовековую, на ней играли другие великие исполнительные музыканты, которые на них выигрывали свои конкурсы, которые на них совершали свои открытия, и действительно это как, выйдя на сцену Большого зала консерватории, эта особенная атмосфера всегда помогает. И действительно в этот момент вот вспоминается фраза, что родные стены помогают, потому что атмосфера, она действительно очень сильно влияет на ощущения и самого исполнителя, и слушателей, которые приходят к ним на концерт. Теперь вопрос лично от меня. В будущем, когда у вас появятся дети, если они не будут иметь желание играть на каком-либо музыкальном инструменте, примете ли вы это, или всё-таки попробуете показать им, уговорить их попробовать себя в музыке? Очень хороший вопрос. Я ещё немножко, можно добавлю? Я знаю, у тебя есть девушка. Готова ли она к гастрольной жизни? Я надеюсь, всё будет нормально у тебя, и ты будешь вести, объедешь весь мир, и будешь играть с оркестрами большими. Она готова к такую кочевую жизнь? Потому что, ну, быть сначала подругой, потом женой музыканта, это, в общем, в некотором смысле крест. И ты иногда себе не принадлежишь, когда у тебя расписан весь, ну, на год вперёд, как минимум. На самом деле, очень хороший вопрос. И когда мои дети подрастут и захотят освоить что-то для того, чтобы реализовать себя в этой жизни, я, честно, не буду настаивать на том, чтобы это была музыка. Потому что это должен быть абсолютно личный выбор. Я буду только рад за них, если они найдут что-то, в чём они могут реализовать себя на 110%. Потому что каждый человек должен найти своё призвание. И если мои дети скажут, что, типа, я эту скрипку вашу, знаете, ещё в детстве надоело. Нет, я абсолютно не буду настаивать. Я очень много знаю примеров, когда родители настаивают на этом, будучи музыкантами, будучи известными, успешными музыкантами. Как правило, ничего хорошего из этого не выходит. И я хотел бы такой ошибки избежать заранее и понять, что каждый человек, он прежде всего как личность, должен найти что-то своё. И если это будет музыка для них, это будет их собственный выбор, у них будет к этому тяга и какие-то предрасположенности, то я буду только рад им помочь на их пути, подсказать. Но вмешиваться, опять же, я не буду очень много, потому что это очень индивидуальный путь, который человек должен пройти сам, со своим собственным опытом. И, как говорится, сколько бы я ни советовал, человек должен один раз сделать или увидеть сам. Поэтому, я думаю, мои дети сами выберут то дело, которым они хотят заниматься. И если это будет музыка, то пожалуйста. А моя девушка, она, мне кажется, совершенно спокойно приняла бы мой такой образ жизни концертный, потому что она его принимает и сейчас. Она сама музыкант, она играет на фортепиано, и она очень хорошо понимает это с профессиональной точки зрения и понимает, что музыка — это тот вид искусства, как и многие, в принципе, которые забирают очень много времени и забирают иногда у нас даже самих себя. Потому что, когда мы очень часто выступаем, мы иногда настолько отдаемся публике эмоционально и духовно, что мы абсолютно опустошенные выходим со сцены. Это нередко такое происходит. В этот момент очень важно, чтобы рядом оказался человек, который это понимает. Который понимает, что ты сыграл концерт. Иногда, вот я очень ценю свою девушку за то, что иногда мы можем просто помолчать. А потом, когда я приду в себя после концерта, потому что нередко такое бывает, что если особенно несколько концертов на неделе идут подряд, после этого говорить не хочется ничего, отчасти потому, что музыкой сказано уже все, зачем же нам еще вот этими простыми словами что-то дополнять. И поэтому мы можем просто посидеть вместе и помолчать, после чего вернемся к обычному образу жизни и совершенно спокойно друг с другом будем контактировать. И поэтому стоит отметить, что в принципе отношение с музыкантами это очень сложно, потому что мало того, что гастроли нередко вырывают нас из семьи на долгое время, так они еще и как будто заставляют реновать человека, потому что музыка это тот вид искусства, к которому... Ну вот, например, к инструменту нередко люди относятся, исполнители как не то что к своей девушке, но как к чему-то действительно, к какому-то предмету обожания, даже иногда доходят до каких-то абсолютно фанатичных представлений об инструменте. Я в этом плане держу четкую грань, потому что понимаю, как бы не была важна для меня скрипка, этот инструмент и это дело, но все-таки разграничивать свои личные дела, свою личную жизнь и свое дело, это надо тоже уметь. И традиционный вопрос от студентов киношколы МПГУ. Ваш любимый фильм? Очень сложный выбор на самом деле, но, пожалуй, я его сделаю в пользу «Зеленой мили». Я тебе хочу сказать что-то очень важное. Я знаю, что ты скажешь. Думаю, не стоит. Нет, я должен. Я должен сказать. Джон, скажи мне, что ты хочешь, чтобы я сделал? Хочешь, чтобы я тебя выпустил отсюда? Дал тебе сбежать? И ты далеко уйдешь? Зачем тебе это надо? Когда призовет Господь на свой суд праведный, он спросит меня, почему ты убил одно из настоящих моих чудес. что я ему скажу? Что это моя работа? Моя работа. Ты скажешь Господу, что сделал хорошее дело? Я знаю, ты страдаешь и беспокоишься. Я чувствую это. Но ты должен успокоиться. Я хочу умереть и покончить с этим. Я хочу. Я устал, босс. Устал быть в дороге, одинокий, как воробей под дождем. Я устал, что у меня никогда не было друга, с которым можно поговорить, куда мы идем, откуда и зачем. Я устал, что все люди шестоки и беспощадны. Я устал от боли, которую я чувствую и слышу в мире каждый день. Это слишком много. Здесь в голове как будто осколки стекла. Каждый день ты можешь понять. Да, Джон, кажется, да. Дорогой Вильям, спасибо тебе за этот интереснейший разговор. Мы желаем тебе новых побед. Мы желаем тебе новых проектов. Реализовать себя во всем, в чем ты желаешь себя реализовать. Записать на студии все, что ты мечтаешь записать. С оркестром сыграть все концерты Моцарта. Кстати, говорят, идут споры. Про шестой и седьмой концерты писал Вик Моцарт. Но седьмой точно не писал Моцарт, потому что это Казадезис, великий французский интерпретатор Моцарта. Но концерт при этом получился прекрасным при всяких прочих. И его тоже записать, потому что, мне кажется, там звуков достаточно, чтобы его как-то... Тебе есть что сказать. Самое главное, что ты один из тех музыкантов, которым есть что сказать. Маме, папе, брату, всем твоим близким, благополучия. Я очень благодарен, что меня пригласили сюда. Это чудесный разговор, который и мне помог во многом раскрыть новые мысли и новые грани моего характера, моего сознания. И, возможно, чуть позже, выйдя из поезда, я осознаю новые, вдохновляющие меня моменты, которые до этого момента я не мог осознать. и потом воплощу это в музыке. Спасибо большое вам за встречу и чай. Дорогие зрители, я обращаюсь к вам не как музыкант, не как исполнитель, а как просто человек, который хочет с вами поделиться чем-то своим. И в моем случае это музыка, это моя скрипка и мое исполнительство. Я очень часто выступаю на разных площадках Москвы, в том числе на сцене Римского католического собора на Малой Грузинской. Приходите, следите за афишами. Концерты проходят всегда на ура. До новых встреч, друзья, до новых открытий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова